Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рео губернатор Вячеслав Федорищев сегодня провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из Государственной корпорации развития. Первая по школам, которые строятся в соответствии с конституционным соглашением, их в регионе пять, приняли решение увеличить мощности нескольких школ. Вместо здания на 400-500 учеников корпуса будут на полторы тысячи школьников. В городе перезапустят работу градостроительного совета. Первое заседание пройдет в течение месяца. Вторая встреча по студенческому кампусу, который создается в районе стадиона Самара-Арена. В перспективе он должен стать наукоградом, дать возможности роста молодым ученым со всей страны. В течение ближайших нескольких месяцев в правительстве будет образовано Министерство науки и высшего образования. Это будет прямой контрагент Федерального министерства. Там будут управленчески объединены все процессы, связанные с развитием вузов, инновационной и научной среды. В ближайшее время разработают масштабную региональную программу «Доктор наук». Она объединит все меры поддержки ученых. Цель программы в течение ближайших лет – создать такую систему мотиваций и возможностей, чтобы ребята стремились реализовываться в науке и добивались успеха. А к созданию и строительству кампуса будут привлекать индустриальных партнеров. Важно, чтобы крупнейшие компании участвовали в проекте. Раз в две недели под руководством главы региона будет проходить штаб по созданию кампуса. Работу районных административных комиссий и предстоящие летние спортивные массовые мероприятия обсудили сегодня на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. О работе районных административных комиссий говорили на еженедельном совещании в мэрии Самары под руководством главы города Елены Лапушкиной. Эти органы собирают информацию о возможных административных нарушениях, таких как невыполнение обязанностей управляющей компанией, нарушение правил благоустройства и землепользования и другие. Если признаки нарушения подтверждаются, то материалы передают в прокуратуру для дальнейшего возбуждения дел и взыскания штрафов. Уборка территории, здесь мы работаем совместно с прокуратурой, никаких у нас вопросов не возникает. Силами управляющих микрорайонами мы составляем и фиксируем состав административного правонарушения, то есть фототаблицы и акт. Глава Самары поручила налаживать взаимодействие с надзорными органами, поскольку эффективная работа по взысканию штрафов поможет получить средства на реализацию различных полезных проектов. Инструмент для наведения порядка в районах есть, что административные комиссии могут составлять протоколы, не забывайте объект потребительского рынка, вывоз мусора, уборка территории, вскрытие, граффити и так далее. Вот по этим статьям, безусловно, надо как-то работу активизировать. Также на совещании обсудили и летнюю программу спортивных мероприятий. Традиционно в рамках акции «Самара в движении» площадки откроются на площади Куйбышева, на набережной, а также в парках и скверах. На площади Куйбышева будет две зоны – для командных видов спорта с кольцами для стритбола и полем для мини-футбола, и для индивидуальных – с тренажерами и скейт-парком. В парках Гагарина и Металургов каждый будний день по вечерам фитнес-тренеры будут проводить открытые занятия. Из каждой локации есть сцена, на ней есть звук, есть площадка для занятий, для групповых занятий, выложена она резиновой плиткой. И в парке Гагарина у нас также установлен комплекс ГТО, на котором все жители города могут пройти тестирование, выполнить нормативы и получить знак отличия. Работать она будет по выходным, субботу, воскресенье, в течение всего летнего периода. Такая же зона Самара в движении расположится и на набережной в районе Первомайского спуска, где к тому же будет организовано множество площадок для пляжных видов спорта, таких как волейбол, футбол, теннис и регби. Кроме того, будет реконструирована площадка у речного вокзала. Там появятся раздевалки и камеры хранения, а также зоны для занятий различными видами спорта. Открытие планируют в середине июля. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Более 120 тысяч детей Самарской области этим летом отдохнут в детских оздоровительных лагерях региона. Лагерь санаторного типа «Волжанка» расположен и в черте города. В этом году готов принять 700 детей со всей области. Первый из четырех смен здесь уже подходит к концу. Наша съемочная группа узнала, чем занимаются ребята и какие условия в лагере созданы для полноценного отдыха детей во время каникул. Галина Топилина продолжит тему. Поучаствовать в Олимпийских играх, нарисовать картину, выучить новую роль и принять вводные процедуры. Отдыхать в оздоровительном лагере «Волжанка» – одно удовольствие. Делятся впечатлениями дети. Мне очень нравится, что здесь есть кружки по футболу, гандболу. Это спортивный, это отчасти спортивный лагерь. Здесь мы ходим в походы, устраиваем всякие эстафеты. Это очень классно. «Волжанка» в сердце. Те, кто в Волжанку приезжает не в первый раз, обращают внимание, как с каждым годом меняется их любимый лагерь. Отдых хороший, веселый. У нас почти нет свободного времени. Еще ремонт сделали хороший. Сделали актовый зал, перевесили домики. Столовая теперь классная. Тумбочки новые свезли. Отдых тут максимально приятный. Тут все здорово. Обновление материально-технической базы, капитальный ремонт корпуса и благоустройство территории стали возможными благодаря нацпроекту «Демография», реализуемому по решению президента. В этом году в Волжанке появился новый актовый зал, оснащенный интерактивным оборудованием. С прошлого года для отдыхающих открылась обновленная водолечебница. Это общепогрепляющие ванны для иммунитета, чтобы меньше болели хвойные ванночки. Также они тонизируют и отбромные, наоборот, успокаивают. С каждым годом лагерь преображается. Все для приятного и полноценного отдыха и оздоровления детей, рассказывает Юлия Федорова, директор Волжанки. Каждый год требования к детскому отдыху становятся все более строже и строже, повышается качество, повышается эффективность. Дети, конечно, это тоже видят. У нас разрабатывается программа досуговой деятельности. В этом году она посвящена Году семьи, которая включает различные направления и оздоровительной деятельности, и спортивной, и досуговой, познавательной, патриотической и так далее. Более половины отдыхающих в Волжанке – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и ребята с ограниченными возможностями здоровья. В августе на оздоровительную смену сюда приедут 74 ребенка из города Снежное Донецкой Народной Республики. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. 19 студентов из семи разных стран прибыли в областную столицу, чтобы разработать свой проект наноспутника. В Самарском университете открылась 18-я международная летняя космическая школа, перспективные космические технологии и эксперименты в космосе. На двухнедельном обучении студенты узнают все о наноспутниках от ведущих ученых и прикоснутся к настоящей космической технике. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Разработать миссии для наноспутников самому возможно. В Самарском университете имени Королева открылась 18-я международная летняя космическая школа, перспективные космические технологии и эксперименты в космосе. Участниками школы стали 19 студентов из семи стран – Боливии, Мексики, Перу, Мьянмы, Эфиопии и Бразилии. Мне с детства нравилась Россия и космическая техника. В Бразилии космическая отрасль не такая продвинутая, поэтому я решил участвовать в этой школе. В такой хорошей стране, где космическая отрасль так развита. Мне это поможет состояться и как профессионалу, и как личности. Маленькие наноспутники весом до 10 килограмм выполняют все больше полезных функций. Например, они берут на борт десант крохотных фемтоспутников размером с теннисный мяч, а затем выпускают в космосе. Так площадь исследования становится больше. Об этих технологиях участники школы узнают из лекций ведущих ученых на первой неделе обучения. Если молодой человек прошел через эту школу, я имею в виду школу создания наноспутников, то он будет совершенно другим специалистом, специалистом более высокого уровня. А двухнедельная наша школа, ее, может быть, главная цель – это заразить этим движением как можно больше людей. На второй неделе обучения студенты в командах создадут собственный проект – разработают миссию для наноспутника. Студенты получают реальный опыт работы с космической техникой. Не просто в теории что-то по книжкам изучают, а могут в стенах университета прикоснуться своими руками, собственно говоря, к реальной космической технике. Они изучают уже готовые примеры, и мы им предлагаем на выбор несколько миссий для наноспутников, которые могут эти аппараты решать. И ребята уже в течение второй недели предлагают свой проект наноспутников. Свои работы студенты защитят перед комиссией экспертов. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков, События. В Самаре открыли памятник герою социалистического труда, директору завода «Прогресс» и одному из создателей ракеты-носителя «Энергия Буран» Анатолию Чижову. На открытии побывал и наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Памятник Чижову Анатолию Алисевичу благодаря неравнодушным людям навечно приобрел свое место в городе Самара, где прошли его лучшие годы. На площади Кирова открыли памятник Анатолию Чижову, герою социалистического труда, директору завода «Прогресс» с 1980 года по 1996 и одному из создателей ракеты-носителя «Энергия Буран». Под руководством Анатолия Алексеевича в 1980 году был выпущен полный комплект конструкторской документации по энергии «Буран». Завод «Прогресс» был назначен головным центром по разработке и сборке новой ракеты. И то количество инноваций, которое было применено в «Энергии Буран», превышало все существующие на тот момент инженерные решения. Вы можете себе это представить? Чтобы выполнить проект в нужные сроки, Анатолий Чижов организовал работу цехов в две смены по 12 часов. Были внедрены технические процессы, уникальные для всего мира. Сам директор почти жил на заводе. Благодаря самоотверженному труду многих тысяч людей в 1987 и 1988 были осуществлены два успешных пуска сложнейшей системы, на много лет опередившей свое время. Этот памятник будет бюст не только данью уважения к моему отцу, но и будет памятным знаком для всех ветеранов РКЦ «Прогресс», которые сделали столько в жизни, что это нуждается в своем гигантском мемориале. Это не просто памятник, это лепта истории. Это в некоторых странах у нас где-то сейчас носят памятники и стараются стереть, а здесь именно лепта истории. Для чего мы это делаем? Мы это делаем прежде всего, чтобы сохранить историю для нашего молодого поколения. Открытие памятника приурочили к 90-летию со дня рождения Анатолия Чижова и 130-летию Ракетно-космического центра «Прогресс». Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. Первый день июля станет рубежным для отечественного ипотечного рынка. Со второй половины года его ждут принципиальные изменения. Во-первых, банки перестанут выдавать льготную ипотеку на новостройки. Во-вторых, начнет действовать семейная ипотека с новыми условиями. В-третьих, будут введены макропруденциальные лимиты по ипотеке, призванные ограничить кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. При этом массового снижения цен на жилье, по словам экспертов, ждать не стоит. МВД России разработало новые требования для регистрации автомобилей, ввезенных в страну при их перепродаже на территории России. Это следует из новых поправок в закон о государственной регистрации транспорта. Если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утиль сбора по повышенному тарифу. Для льготного тарифа автомобиль должен находиться в собственности импортера физического лица не менее 12 месяцев. По итогам первых пяти месяцев этого года суммарные объемы производства автомобилей «Лада» в России увеличились на 61% по сравнению с прошлым годом и достигли уровня примерно в 195 тысяч единиц. Об этом заявил глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов. В начале июня в России выпустили 200-тысячный автомобиль «Лада». Эта машина сошла с конвейера в Тольятти. На фоне роста выпуска автомобилей в «АвтоВАЗе» повысили в пределах 5% собственный прогноз по российскому рынку легковых и легких коммерческих автомобилей. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. Это одно из двух главных торжеств в исламе, которые символизируют милосердие Аллаха и преданность Ему верующих. На проповедь и праздничную молитву в соборную мечеть Самары пришло около 6 тысяч верующих. Они разместились как внутри мечети, так и на прилегающей территории. На праздничный намаз отправилась и наша съемочная группа с подробностями Светлана Кудрявцева. Кульминационный день всего года. Мусульмане мира отмечают Курбан-Байрам. Он знаменует собой окончание хаджа, то есть паломничество в Мекку, и наступает через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. Мы радуемся тому, что совоучастники в какой-то степени тому, что наши паломники в географическом сердце мира, так представляют Мекку, там, где после изгнания из рая встретились наши праотец Адам и пра-матерь Ева. Вот в этом месте люди собрались со всего мира, миллионы людей. И совоучастные в этом деле тоже воодились в белые одежды, тоже представили перед Всевышним. Рады тому, что дожили до этих благословенных дней, что Аллах дал нам здоровье, дал нам возможности. На рассвете верующие собираются, чтобы послушать проповедь, а затем начинается утренняя праздничная молитва – намаз. Курбан-Байрам связан с историей из Корана о жертвоприношении пророка Ибрахима. Аналогичная история есть и в Библии. Согласно священной книге мусульман, ангел Джабраил в Библии Гавриил во сне явился Ибрахиму, тождественному библейскому Аврааму, и передал ему, что тот должен принести сына Исмаила в жертву Аллаху. Ни отец, ни сын этому не противились. Увидев готовность Ибрахима, который показал, что любовь и вера в Бога для него выше земных привязанностей, Аллах заменил жертву на барашка. С тех пор в этот день верующие разделывают барана или другое животное и делятся мясом с окружающими. Жертвоприношение, которое приносится каждым человеком, делится на три части. Одна часть остается в семье, вторая часть идет как милостень, а третья часть пойдет как на праздничную трапезу. Самое главное, вот хожу, посещаю, за родителей отдаю садака. Садака – это милостень, которая отдается, чтобы Аллах принял молитву, чтобы дошло до родителей. У меня просто отца нету, поэтому у меня отец был мусульманин. Курбан-Байрам – это праздник гостеприимства и щедрости, когда человек жертвует самое дорогое, что у него есть. Жертвующий говорит, Господи, но я готов себя в жертву принести ради Тебя, преданность, ислам. Но Ты запретил человеческую кровь. Все, что я могу, вот ту скотину, которую Ты мне привел к ворову через тысячелетия одомашнивания, вот то, что Ты одарил нас, а тогда скот был большим богатством. Так я в течение года забиваю барана, верблюда для себя. Раз в году, раз в два-три года я забиваю с целью, что одну треть хотя бы я обязательно отдам тому, кто не член моей семьи, не мне сосед, не родственник, кому я не обязан или кто мне не обязан, чужим. Главное не просто принести животное в жертву, а раздать его мясо или блюдо из него нуждающимся и бедным. В дни празднования, а в этом году Курбан-Байрам отмечают с 16 по 18 июня, принято ходить в гости, навещать родственников, дарить угощения и подарки. Мусульман Самарской области поздравил с праздником временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев. Он отметил, что для десятков тысяч самарцев это праздник, провозглашающий самые главные человеческие ценности – добро, милосердие, дружбу, взаимоподдержку, напоминающие о том, как важно помогать друг другу, укреплять мир и согласие на земле. Поздравления от главы региона зачитали верующим в мечети. Праздник организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. Сделали Волгу чище, самарские дайверы присоединились к Международному дню очистки водоемов и вышли расчищать дно и береговую линию любимой реки. Международная акция отмечается почти 30 лет и проводится под эгидой профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов. Что подняли со дна аквалангисты в этот раз, расскажем в нашем сюжете. Гидрокостюм, ласты, оборудование весом в 20 килограммов, тяжесть которого в воде не чувствуется, а также верный напарник. С таким обязательным набором можно погрузиться в воду, чтобы очистить дно от мусора. А запаса кислорода в баллоне достаточно, чтобы проводить эту работу не спеша, внимательно и ответственно. Все достаточно изъедевально, все зависит от того, на какую пойдете глубину, все зависит от того, как хорошо, часто и сильно много вы дышите. Ну, приблизительно на данной глубине, на 40 на час точно хватит. Специалисты Самарского клуба дайвинга в Международный день очистки водоемов погружались в Волгу в районе соединения с рекой Сок. Очищали береговую линию и дно недалеко от берега. В основном достают из воды бытовой мусор, фантики, обертки и бутылки. Но иногда приходится напрячься, поднимая сейфы, ванны, а чаще всего якоря и автомобильные шины. Когда идет погружение, мы всегда, если есть возможность, и видим какой-то мусор, мы всегда его с собой забираем. Просто Международный день – это просто большое мероприятие, которое призвано для того, чтобы привлечь внимание к очистке водоемов. Этой работой самарские дайверы занимаются давно. Самые массовые выезды, иногда до 50 человек, проводят как раз в начале лета, чтобы в дальнейшем весь сезон и отдыхающие могли наслаждаться природой, и самим дайверам было приятнее погружаться для исследования удивительных мест волжского русла. «Прелесть есть у каждого водоема. У нас на Волге достаточно интересных и красивейших мест, где есть и коряжники, где есть и крупная рыба, которую можно посмотреть, увидеть воочию, как она ведет себя в естественной среде. То есть, ну, это специфика. У каждого водоема есть специфика. У Волги есть своя прелесть, своя изюминка, которая неповторима по сравнению с другими водоемами». Одна из самых важных вещей, отмечают дайверы, это благодарность от отдыхающих, поскольку они замечают эту работу и в следующий раз уже подумают, прежде чем оставлять мусор на берегу или бросать его в воду. А значит, и вода будет становиться чище. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Он считается одним из сильнейших хищников в мире. В Самарском зоопарке отметили Всемирный день крокодила. Посетителям рассказали интересные факты о рептилиях, а также показали, как происходит их кормление. Ксения Баканова продолжит тему. Умный и опасный хищник, непревзойденный охотник. Своим грозным видом он внушает страх животным и будоражит воображение людей. Ежегодно 17 июня принято отмечать Всемирный день крокодила. Этот праздник не прошел мимо Самарского зоопарка. Вообще на земле крокодилы появились больше 200 миллионов лет назад. А у нас в Самарском зоопарке живет два вида крокодилов. Это родственники аллигаторов, это не настоящие крокодилы, называются они крокодиловые кайманы. И две особи настоящих крокодилов, низких крокодилов. В первом зоопарке поселился крокодил Кузя. Долгое время он был одинок, однако зубостый парень не засиделся в холостяках. У него появилась вторая половинка. Подругу назвали Гердой. Она моложе своего избранника на 10 лет. Однако внушительная разница в возрасте крокодилов нисколько не смущает. Кажется, что у них бесконечный медовый месяц. Присмыкающиеся живут душа в душу в просторном террариуме. Сейчас Кузе 31 год. Он почти ровесник самарского зоопарка. Считается самым крупным нильским крокодилом, согласно официальным данным зоопарков России. Его длина больше трех с половиной метров. Питаются крокодилы обычно свежей курицей, говядиной, кроликом или рыбой. Они зажимают свою добычу массивными челюстями, раздавливают ее, а затем проглатывают целиком. Ну, милашки. Вот, поцеловать, погладить, обнять хочется. Конечно, понимаешь, что нельзя. Если с кайманом увидели, то там прям руку запихивали. Здесь вот так осторожно. Ну, прелесть. Там вообще все, что природа создает, это очень красиво. И очень красивый узор на коже. Ну, просто красивое существо для рисования. Посетители зоопарка также поучаствовали в викторине. Все, кто правильно ответил на вопросы, получили в подарок настоящие зубы крокодила. Они у рептилий обновляются ежегодно. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. 12 объектов из Самарской области номинированы на национальную туристическую премию, которая призвана определить все самое лучшее в мире путешествий. От отелей и курортов до национальных блюд и эко-маршрутов. А заодно открыть новые точки на туристической карте. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор – за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии. Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Голосовать можно каждый день, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести» с Творянской. В рамках досрочных выборов губернатора Самарской области начала работать горячая линия по вопросам избирательных прав граждан. О проблемах и нарушениях избирательного законодательства можно сообщить по телефону 8 846 337 29 03. Выборы губернатора Самарской области пройдут с 6 по 8 сентября, информирует телеграм-канал железнодорожного района. Как признать садовый дом жилым и наоборот, разъясняет телеграм-канал Красноглинского района, заявление можно подать на портале госуслуг. Но перед тем, как подать документы на перевод, например, садового дома в жилой, необходимо провести техническое обследование, которое подтвердит, что дом надежно безопасен. После отправки заявления нужно дождаться решения администрации о признании или об отказе в признании садового дома жилым. Этот процесс занимает не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет на портале госуслуг. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова